Всем привет, с вами Priya. Сегодня речь пойдет о гладиаторских маунтах. Я долго готовился к этому видосику, и я уверен, что вам понравится. Все эти модельки были вырезаны вручную, в общем, работы было сделано реально много. Надеюсь, это заслужит лайка и какого-нибудь доброго комментария. Касательно гладиаторских маунтов, это самые редкие, пожалуй, маунты в игре. То есть, чтобы получить звание гладиатора и, само собой, гладиаторского маунта этого сезона, нужно быть в половине строк таблицы касательно рейтингового ПВП. То есть, это очень такой подвиг, реально великий. На текущий момент у нас есть 15 маунтов за первые сезоны. То есть, это имеется в виду БК, ВТЛК, Катаклизм и Пандария. Потом произошел сброс сезонов. Там идет 3 Дреноровских сезона. Далее 7 легионовских и 4 БФА сезона. Всего, то есть, получается 4 плюс 7, плюс 3, плюс 15, 29 гладиаторских маунтов. Я уверен, что есть люди, у которых есть абсолютно все эти маунты. Но сколько этих людей, вопрос реально хороший. Некоторые маунты, само собой, специфичны по своей структуре. Некоторые просто как-то перекрашены. А некоторые реально прям классные. Само собой, все эти маунты отображают свое дополнение. То есть, например, в ЛК давались различные костяные змеи. В Дреноре это были Гроны. Довольно-таки интересные маунты, кайфовые. И давайте сейчас абсолютно на всех на них посмотрим. Просто буду перегонять вам эти картинки, чтобы вы наслаждались ими. И реально кайфанули. Первый маунт – дракон. Дракон замечательный, классный. То есть, это самый-самый первый гладиаторский маунт. И имя ему – стремительный дракон пустоты. Реально классный, реально четкий. Добавлен в патче 2.1.2. То есть, просто вдумайтесь, насколько это было давно. И сколько людей на текущий момент могут похвастаться им. Далее, второй маунт – это безжалостный дракон пустоты. Моделька уже чуточку интереснее, чуточку обширнее. Добавлен в патче 2.3.0. Далее, третий дракон. Третий дракон добавлен в патче 2.4.2. Мстительный дракон пустоты. Хороший, кайфовый. Довольно-таки. Они все реально классные, но тут уж каждому свое. Далее, четвертый маунт, который был в дополнении БК. 2.4.3, получается, обновление было при четвертом сезоне. Это жестокий дракон пустоты. Окей, с драконами пустоты окончено. Мы переходим к дополнению в ОТЛК – Гнев Короля Леча. Тут у нас получается Ледяной Змей Смертоносного Гладиатора. Круто? Круто, конечно же. Добавлен он был в патче 3.2.0, если верить сайту в ОФХЭД. Далее, второй маунт во время в ОТЛК. Он был добавлен в обновление 3.1.1. Непонятно, почему так все прописано касательно патчей. Возможно, тот, который был маунт первым, он по итогу второй, а тот, который второй – это по итогу первый. Но есть список этих гладиаторских маунтов, и я как-то больше верю списку, чем тому, когда был добавлен этот маунт, в каком патче. Имя ему – Ледяной Змей Гневного Гладиатора. Окей, хорошо. Идем дальше. Третий Ледяной Змей. Седьмой гладиаторский маунт. Добавлен в обновление 3.3.3. Ледяной Змей Неумолимого Гладиатора. Синяя моделька. По-моему, даже похожа она на такого маунта, который давался за славу рейдера Ледяной Короны на 25 игроков. Могу ошибаться, я давненько этого маунта не видел, но окей. Последний маунт в дополнение в ОТЛК. Четвертый. А по гладиаторскому списку это восьмой маунт. Написано, что он добавлен в обновление 4.0.1, но 4.0.1 это уже вроде как был припатч катаклизма. Окей. Ледяной Змей Разгневанного Гладиатора. Замечательно. Ну, вообще, этих маунтов дают при окончании сезона. Логично. Сезон кончился, настал припатч. То есть, когда кончился сезон, тогда этого маунта и выдали игрокам. И выдали, собственно, уже припатче. Наверное, какая-то такая логика, я не знаю. Уверен, найдутся ПВП-шеры, которые скажут свое словечко касательно этого. Я не против, если вы это выскажете в доброй относительно форме. Далее идут уже катаклизмовские драконы. Сумеречный дракон Яростного Гладиатора. Был добавлен в обновлении 4.2.0. Бронированный, кайфовый, сумеречный. Ну, тут нечего сказать. Да, он реально классный. Далее. Второй катаклизмовский маунт. И уже десятый суммарно по списку. Добавлен в обновлении 4.3.0. Сумеречный дракон Беспощадного Гладиатора. Тоже в броне, конечно, как и все гладиаторские маунты, они должны быть защищены. Одиннадцатый маунт, третий катаклизмовский, добавлен в обновлении 5.0.5. Скорее всего, история такая же, как и с линьным змеем. Название ему Сумеречный дракон Гладиатора Катаклизма. По-моему, он красивее своих предшественников на несколько раз. Ну, реально, да, у него как-то побольше даже, кажется, брони. Цвет такой более интересный. Да, он реально лучше. Далее у нас идут 4 пандеренских маунта. Первый. Облачный змей Злонравного Гладиатора. Облачный змей белого цвета. Прикольный, классный, хороший, замечательный. Тут нечего сказать. Следующий змей, добавлен в обновлении 5.4.0. Это облачный змей Деспотичного Гладиатора. Серая моделька, по-моему, да, если у меня все с цветовой гаммой нормально, то это серая моделька и выглядит интересненько. Все-таки белый змей это как-то дефолтно, если сравнивать с прошлым, а вот серенький, это уже как-то поинтереснее, хотя бы какое-то разнообразие. Следующий маунт, Облачный змей Бездушного Гладиатора, был добавлен в обновлении 5.4.0. Красного цвета, другая раскраска и ничего нового, по-моему, да, просто другая расцветка и все при этом. Окей, хвост немножко другой, опять же, по своему цвету только и все. Последний гладиаторский маунт Пандарии был добавлен в обновлении 5.4.0, Облачный змей Гордого Гладиатора. Четвертый, Пандаринский маунт, пятнадцатый сезон и потом уже сезоны пошли на сброс. И все сезоны уже просто-напросто начали соответствовать своему дополнению. Далее рассмотрим трех Дренорских Гронов. Первый Дренорский Грон, Малый Грон, Оскверненные Крови Необузданного Гладиатора, был добавлен в обновлении 6.2.0. Он реально классный. Красный глаз, зеленая расцветка. Выглядит эпично и по-гладиаторски. Грон второго сезона называется Малый Грон, Оскверненные Крови Дикого Гладиатора. Оранжевый орнамент, то есть получается оранжевые татуировки. И да, это придает какой-то шарм ему. Довольно-таки интересный Грон по своей цветовой гамме. Окей, идем дальше. И есть такое ощущение, то что Малый Грон, Оскверненные Крови Воинственного Гладиатора. Крови, крови. Сложный этот русский язык. Окей, имеет такие оттенки ша, то есть белые татуировки. В желтой глазе, конечно, не особо это вписывается, но все же эти белые татуировки немножко смахивают на раскраску ша из Пандарии. То есть там был черный-белый цвет, тут у нас такие белые татуировки у Грона. И сама у него раскраска темная. То есть довольно-таки интересный раскрас при условии того, что это маунт Дренорский. Следующие 7 маунтов Легиона это Грозовые Драконы. Грозовые Драконы, которые летали, например, по Штормхейму, там где было подземелье Чертоги Доблести и Рейд Испытания Доблести. Они сами по себе кайфовы, а если они закованы в броню, то это красивее вдвойне. Первый Дракон это Грозовой Дракон Карающего Гладиатора. Красная расцветка, броня, все в стиле Гладиаторов. Второй Дракон это Грозовой Дракон Бесстрашного Гладиатора. Он тоже красивый и довольно-таки классный. Вот только в тот момент, когда я его делал, была небольшая проблема. Окей. Грозовой Дракон Лютого Гладиатора. Третий маунт в Легионе. Гладиатор, третий сезон Легион. Требовалось достижение. Тоже небольшие проблемы с ним были. Но сам по себе маунт выглядит очень круто. И расцветка довольно-таки гладиаторская и воинственная. Четвертый маунт это Грозовой Дракон Озлобленного Гладиатора. Классный, красивый, хороший. Тут нечего более сказать. Пятый маунт, пятый гладиаторский в Легионе. Это Грозовой Дракон Неудержимого Гладиатора. Он тоже классный, он тоже красивый. И все-таки они похожи друг на друга. Получить в целом хотя бы одного гладиаторского маунта. Это уже круто из какого-то дополнения. Но если залутать всех, это еще интереснее. То есть это дополнительные раскраски и все такое прочее. Это круто. Это реально круто. Шестой маунт это Грозовой Дракон Господствующего Гладиатора. Красивенький. Они все красивенькие. Окей. Седьмой, завершающий маунт. Название его Грозовой Дракон Демонического Гладиатора. То есть там уже пошла всякая вот эта у нас скверна. Там Анторус, гробница Саргераса. И да, поэтому ему дано такое название. Довольно-таки красивый, довольно-таки интересный. И СВА Гамма реально классно отображает абсолютно все демоническое начало свое, скажем так. Так, вот мы и подобрались к самому актуальному, самому любимому на текущий момент дополнению Battle for Azeroth. Четыре сезона было, следовательно, четыре маунта. Первый – протодракон ужасающего Гладиатора. Хорошая расцветка, броня. Да, у него есть маленькие лапки. Их было довольно-таки весело обрезать, но что поделать. Да, они есть. От них никуда не деться. Это его лапки. Стоит отдать им уважение. Хорошая броня, хорошая раскраска. Идем дальше. Второй маунт – это протодракон Зловещего Гладиатора. И мне кажется, вот эта синяя моделька протодракона, она уже где-то есть. Только я не могу вспомнить, где. Но сам по себе маунт классный. Броня, синий цвет. Цвет такой ледяной немножко. Кайфовенько выглядит. Окей, идем дальше. Маунт третьего сезона. Называется протодракон отъявленного Гладиатора. Что у него касательно раскраски? Раскраска такая более морская, темно-синяя. Довольно-таки интересная, довольно-таки кайфовая. Но на любителя, на любителя, да. Последний, четвертый дракон. Это протодракон Падшего Гладиатора. Что у нас касательно расцветки? Да, в целом, в целом, она похожа на раскраску первого дракона. Но элементы брони, они отличаются. Они какие-то более такие оскверненные. То есть английское название этого протодракона – Corrupted Gladiators Protodrake. То есть что-то такое в нем действительно есть. Почему перевод гласит Падшего Гладиатора? Хороший вопрос. Corrupt – это же заражение, порча и все такое прочее. Ну, возможно, мой скил английского немножко не позволяет переводить такие слова. Окей. Гладиаторские маунты – это реально круто. Это реально классно. И заиметь хотя бы одного – это круто, как я уже сказал ранее. Заиметь их всех. Ну, я не знаю. Этот человек должен, во-первых, долго играть. Во-вторых, хорошо играть. В-третьих, отлично играть. То есть тут иначе не скажешь. Надо, да, заиметь одного, я, пожалуй, думаю. Конечно, самое время. При условии того, что в PvP в принципе не играю. Считаю, что все эти маунты достойны своих, скажем так, обладателей. И они реально классные и кайфовые. Летать на них довольно-таки престижно. Поэтому, если они у вас есть, дайте знать в комментариях. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках различных и о совместных рейдиках. До скорого. Продолжение следует.